У нас в России есть очень много разных дерби, и в последнее время их становится все больше и больше. Ну и хотелось бы разобрать очередное южное противостояние между Ростовом и Сочи. Да, понятное дело, что здесь нету такой принципиальности, как, например, в другом южном дерби между Краснодаром и Ростовом. Но, с другой стороны, все равно это соседние регионы, Ростовская область, Краснодарские краи. Поэтому здесь, конечно же, есть такая соседская изюминка. Ну и плюс к этому есть очень серьезная турнирная задача у тех и у других попасть в Еврокубки. А так как у нас сейчас количество Еврокубковых мест сократилось, обеим командам нужно набирать очки. И они являются конкурентами, вот эти два клуба, в борьбе за Еврокубковые места. Так что здесь была битва за 6 очков. И давайте разберемся, как прошла эта встреча, какие выводы можно сделать. И кто как показал себя в этом южном дерби. Но сперва хотелось бы напомнить, что сейчас наш спонсор, компания Балтбет, проводит специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы зарегистрируетесь, пройдя по ссылке в описании, и введете промокод, который там же указан в описании, то получите 3 бесплатные ставки. И, разумеется, вы можете таким образом выиграть реальные деньги, ничем не рискуя. Можете выиграть до 15 тысяч рублей. Поэтому проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Ну а мы переходим к южному противостоянию. И начинаем со стартовых раскладок. У кого какой состав вышел на эту встречу? Начинаем с Данчан. Итак, у них были определенные проблемы перед этой игрой. Не было здесь Нормана в составе, не было здесь и Осипенко, футболистов важных, можно сказать, ведущих на своих позициях. Поэтому Карпину пришлось импровизировать. И в частности, на позиции центрального защитника вместе с Хаджикадуничем появился Али Сами. Вот такая специфическая скандинавская связка, где нет ни одного каиного скандинава. Али Сами со своими восточными корнями норвежец и здесь же югославский швед. Ну, что тут скажешь. Глобализация и все дела. На флангах в итоге появился справа козлов, слева паярков. Тут все более-менее понятно. В центре поля, в отсутствие Нормана, вышла связка в лице Махатадзе, Гиговича и Глебова. Ну и в атаке Айнквист, Соу и Полос. То есть здесь мы видим достаточно любопытный момент. Сразу несколько скандинавов в Ростове. Снова команда становится максимально такой нордической. А во вторых, что, конечно, бросается в глаза, это то, что Ростов продолжает использовать трех нападающих впереди. Да, понятное дело, что тот же самый Полос, он может многими классифицироваться как крайний хавбек или крайний нападающий. Да и Соу вместе с Айнквистом способны занимать разные зоны. Но так или иначе, сейчас Карпин делает ставку на такое, достаточно смелое сочетание впереди и играет с большим количеством атакующих футболистов. Поэтому здесь, в отсутствии Нормана, не было какого-то ярко выраженного диспетчера, который мог бы связать эти две линии, полузащиту и атаку, между собой. И задача решить эту проблему была главной тактической задачей для Ростова в этом матче. Что касается Сочи, у них есть два основных варианта построения игры. Это 3-5-2 и 3-4-3. Более атакующий вариант и более защитный. И здесь они избрали осторожную формацию. В центре поля появился Цалагов, Юсупов и Нобуа. В атаке ограничились Заболотным и Жао Зиньо. И обратите внимание, Набиуллин появился на правом фланге защиты, что с ним бывает достаточно редко. Все-таки в последнее время Терехов закрепился на левом фланге. А вот справа еще, возможно, какая-то конкуренция. Поэтому здесь появился Эльмир Набиуллин. Ну и вообще, конечно, нужно отметить, что в составе Сочи бросалось в глаза то, что тут сразу пять экс-футболистов Ростова вышло в основном составе. Что, конечно, добавляло какой-то принципиальности этому матчу. Если говорить о структуре этой игры, то, на мой взгляд, Ростов сделал ярко выраженную ставку на быстрый гол. Что вполне себе объяснимо. Ведь сами посудите, у дончан сейчас есть серьезные потери в креативной группе. Нету Еременко, который покинул команду. Нету Нормана, который пропускал эту встречу. И в результате коллектив остался без своих ключевых созидателей, от которых очень многое зависит в позиционной атаке. Поэтому для них самый оптимальный вариант быстро забить мяч и перейти на игру вторым номером, ловя соперника на контр-выпадах. И таким образом, пользуясь вот открытыми зонами в обороне соперника, можно добиться успеха. Тем более, что в Сочи все-таки эта команда достаточно прагматичная. И если их вынудить играть первым номером, то можно, так скажем, навязать свой сценарий матча. Ну и в результате дончане пошли вперед на первых минутах. Они были хороши. Напряжение буквально висело над воротами Джанаева. И здесь, бывшему голкиперу Ростова, было не особо приятно возвращаться в город, который стал для него практически родным. Потому что здесь нагружали его по полной программе. И было очень много эпизодов, когда казалось, что мячу уже некуда больше деться, кроме как в сетку. Но здесь, как мне кажется, забить быстрый гол Ростов мог. Но немножко не хватило где-то исполнительского мастерства, где-то холоднокровия, где-то класса. А где-то не хватило тех самых креативщиков, которые должны отдать, вот так скажем, последнюю передачу на одного из этих трех нападающих впереди. Все-таки возникла вот эта проблема отсутствия взаимосвязи между тремя центральными хавбеками и тремя нападающими. Потому что из полузащитников никто не способен взять на себя функции того же самого Еременко, классического плеймейкера, или Нормана, плеймейкера углубленного, который бы действовал на позиции пятого номера и оттуда дальними передачами или теми же самыми ударами формировал атакующую игру команды. Поэтому здесь ни Гигович, ни Глебов, ни тот же самый Махатадзе так и не смогли взять на себя вот эти вот ключевые креативные функции. Но на старте за счет напора и натиска было интересно. Но забить не удалось и после этого Сочи постепенно-постепенно вернул контроль над ситуацией и начал создавать уже свои опасные моменты. Сочи даже забили мяч, правда, вполне себе справедливо отмененный. Кстати, эпизод получился забавный, потому что выходит, что снаряд и так летел в сетку ворот Ростова. Но здесь мяч коснулся Мелодиновича, который же валялся там около ворот соперника. И таким образом попал в ворота с отскоком от Мелодиновича. И это было засчитано как офсайд. Ну, возможно, один из самых забавных офсайдов за последнее время в российском чемпионате. Ну и плюс были другие моменты. Очень опасные, очень значимые. Заболотный попал в штангу, например, в первом тайме. И, в принципе, чувствовал, что вот так вот потихонечку отошла игра от ворот Джанаева в сторону ворот Донского коллектива. Ну и в результате в первом тайме при полном равенстве по проценту контроля 50 на 50 больше ударов нанесли сочинцы. Пять против двух. Начало второго тайма, в принципе, стало логическим продолжением того, что происходило в первом. То есть Сочи, который перехватил инициативу, продолжал наращивать атакующее давление. И если мы посмотрим на стартовые 20 минут второго тайма, то здесь по-прежнему владение более-менее равное 50 на 50. Но по ударам-то преимущество у Сочи. Два против нуля. И хотелось бы отметить, что самым активным был, конечно же, Заболотный, который там боролся, старался показать себя. Получил в итоге неприятное повреждение, потому что все время был в центре внимания. И снова он мог забить. Ну и в общем-то на фоне всего этого Карпин все больше понимал, что нужно что-то менять. И наставник Ростова пошел на двойную перестановку. На поле появился Опухов и Тугаев, которые заменили Махатадзе и Полоза. Таким образом команда, ну, в каком-то смысле поменяла схему. Да, Махатадзе формально тоже много смещался на фланг и частенько оказывался на бровке. Но все-таки он действовал ближе к центральной оси в сравнении с тем же самым Тугаевым. Поэтому здесь перестановка была с большим акцентом на фланге, на бровке. Ну и плюс Обухов вместо Полоза формально Обухов тоже способен перемещаться по полю и действовать тоже там в роли оттянутого нападающего и так далее. В общем, здесь можно сказать, что Ростов перестроился со схемы 4-3-3 на 4-4-2, либо 4-2-2-2, где первая двойка это два опорника, вторая двойка это два инсайда по флангам и два центральных нападающих впереди. Хотя понятное дело, что у Ростова во время игры все это смешивалось, перемешивалось и была такая плавающая расстановка, которая часто менялась по ситуации. И это внесло свои коррективы в игру, потому что если мы посмотрим на оставшуюся часть встречи, здесь уже дончане смотрелись поинтереснее. Вот это, что называется, замены поменяли ритм игры. Во-первых, Обухов и Тугаев неплохо сами по себе показали себя, как нападающие, как атакующие футболисты. Каждый из них нанес достаточно хороший дальний удар. Тугаев поэтому еще и заставил Джанаева здесь потрудиться, потому что там был неприятный выстрел. Обухов неплохо приложился по мячу, но он полетел слишком высоко. Так или иначе, эти парни попытались нарастить активность впереди. Ну и что еще важнее, вот этот больший акцент на фланге помог стабилизировать ситуацию. Потому что если мы посмотрим статистику за эту встречу, то в Сочи 40% атак, очень серьезный такой процент, очень серьезный крен, сделал в сторону правого фланга. 40% наступлений прошло именно здесь. Ну и если вспоминать тот же самый единственный забитый мяч, незасчитанный, то здесь тоже навес был справа, так скажем, полуфланга. То есть акцент был достаточно заметен, что вот это на правую бровку идет основной нажим со стороны Сочи. И это, конечно, было связано с тем, что на левом фланге обороны Ростова играл Паярков, молодой защитник, который, конечно же, нестабилен. И этой позицией можно было воспользоваться. Вот за счет перестройки схемы Ростов во многом и смог стабилизировать систему. И в результате, если брать отрезок после вот этой двойной перестановки до финального свистка, здесь уже Ростов существенно больше владеет мячом 62 на 38 и наносит 4 удара против единственного выстрела у соперника. При этом хотелось бы отметить, что Ростов в какой-то момент наконец-то нашел ключевую точку в игре Сочи. А именно Артура Юсупова, футболиста, который был, так-то секундочку, лучшим креативщиком этого матча с тремя обостряющими ключевыми передачами. Многие ждали, что Нобуа будет дирижировать атаками Сочи, но оказалось, другой бывший ростовский футболист Юсупов возьмет на себя эти функции. И, как мне кажется, в какой-то момент Ростов начал покрепче держать Артура, не позволяя тому разыгрывать комбинации. В результате Сочи уже самим пришлось идти на массовые перестановки и на 80-х минутах было сделано три замены. Вместо Юсупова, который был уже более-менее закрыт, а также нападающих Жоу Зиньо и Заболотного, на поле вышли Дуганжич, Руденко и Бормистров. То есть фактически команда поменяла расстановку с 3-5-2, которую они использовали изначально, на, ну, фактически 3-4-3. То есть здесь Сочи все-таки тоже пытался так или иначе активизироваться. Только проблема в том, что тот же самый Бормистров своей активностью ничего не принес, кроме красной карточки. Да и, в принципе, мне кажется, что эти замены не смогли изменить ход встречи. По факту в концовке Ростов был куда ближе к тому, чтобы победить и принести себе три очка в копилочку. Но в результате ничья матч вышел боевой, такой, знаете, задорный в плане именно агрессии. Но каких-то красивых футбольных моментов здесь было мало. Увы, это то самое дерби, где борьбы было больше, чем самого футбола.